Всем привет! С вами Славчик. Я снимаю видео русских иммигрантов, проживающих в Соединенных Штатах. В Америке я живу уже 28 лет. Поставьте лайк к этому видео. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. И желательно написать комментарий. А сегодня я нахожусь на заводе Ниссан, загружаю машины. Груз у меня довольно-таки большой, тяжелый. И я встретил тут русского парня. Давайте у него интервью попробуем взять. Привет! Женя. Живу в Алабаме. Встретились со Славиком на заводе Ниссан на пригороде Нэшвилла. Вот. Покоряю Америку с 2003 года. Фиг знает, не знаю, успешно или нет. Ну, наверное, считаю, что жизнь удалась, в принципе. А сам откуда родом? Я по роду племени. Ха-ха. Я тутошный. Блин, родился в Ташкенте. Последнее время в Пензе. Наверное, большую часть жизни все-таки в Пензе. Хотя, наверное, нет. Большую часть жизни уже в Америке. Но с 2003 года, то есть с 9 класса, то есть в Пензе, сколько лет? 7, наверное, прожил. И родственники оттуда все. Работаю на кархоллере, перевожу машины. Грузоперевозки, мне кажется, это самая сейчас популярная у русскоговорящего населения Америки тема. И кархоллер, он более-менее, рынок более-менее нормальный сейчас держится, поэтому вернулся. То есть я как бы то на драйвен, то на кархоллер. Мне кажется, в принципе, работа... Если дома работать, я бы, наверное, не смог бы в таких условиях, как в Раше ездят. То есть как в Тракстапе, как в Америке все-таки все более для людей сделано. Здесь для тракистов, для дальнобойщиков условия получше, чем в России. Ну да, здесь с парковками, там, останавливаешься на Тракстапе, можешь в спортзал пойти. То есть все намного более сделано для людей, чем как у нас, где там сам водитель еще должен ремонтировать грузовик. То есть здесь ты, если ездишь на компанию, тебя не парит, что если грузовик поломался или почем соляра там, то есть в этом плане. И ты живешь в Алабаме? В Солнечной Алабаме, да, рядом с Солнечной Флоридой. А вот я слышал, некоторые блогеры говорят, что Алабама это какой-то фуфлыжный штат, бедный, там делать нечего, там вообще захолустье и все такое. Вот я в Алабаме не жил, вот ты расскажи, что там насчет Алабамы? Ну, во-первых, ну штат большой, то есть есть Северная Алабама, есть Южная Алабама. Та часть Алабамы, где мы живем, то есть она подходит к океану, то есть у нас как бы две минуты до океана, но чтобы такой хороший, то есть границ с Флоридой 30 минут. И та часть Алабамы, где я живу, она туристическая часть, то есть у нас очень много туристов и в этом плане я не чувствую себя ограниченным. И, не, ну как бы, вроде Миссисипи и Луизиана, они такие похуже штаты считаются, более бедные. Но опять же, везде есть свои плюсы, свои минусы. То есть я переехал, до этого жил в пригороде Чикаго, надо было покупать дом и налог на собственность Чикаго конских денег стоит, 10 тысяч долларов в год начинается. И думал, что буду чувствовать немножко ущербным то, что переехал с большого города в более маленький, но вообще никаких сожалений нет по этому поводу. И налоги нормальные, и с парковкой места нет, и где мы живем, он там для Алабамы, короче, хороший уровень школ, низкий процент по налогам, и да блин, нравится мне там все. Ну ты у себя недвижимость приобрел? Да, да, еще в 18-м году, сейчас дом уже в два раза дороже стоит, и как бы, блин, я говорю, мне нравится, то есть я думал переезжать куда-нибудь. Мне нравится, конечно, природа, как в Калифорнии, там в Аризоне, когда сухой климат, потому что в Алабаме еще единственная очень большая влажность, так же, как и на всем восточном побережье. Ну, терпимо, терпимо. А теперь расскажи, вот этот рак, он твой собственный или что у тебя? Нет, моего знакомого, работаю на 30%, мой собственный трак сейчас стоит, ждет более лучших времен, не знаю пока, что с ним делать. То есть, если очень сильно кархоллер надоест, кархоллер это ответственность, то есть ты вроде как делаешь более деньги, более большие, но это поцарапал машина идет из твоего кармана. Намного больше своих нюансов, более сложных, в плане забирать машины, как их устанавливать. То есть, у меня мой грузовик Drive-End, то есть обычный этот фургон Volvo и 53 фута такой белый короб, который перевозит там и еду и все такое. Но по нынешним ценам, как сейчас платят, там 2-2,5 доллара за милю получается. В конечном итоге у тебя после вычета всех налогов, после страховок остается 78 центов на милю. И считай, если у тебя грузовик еще поломался, то тогда вообще еще в минус ушел. Так что пока стоит, пока я использую его как хранение, у меня там пару мотоциклов стоит, и машина временно в нем хранит. Мотоциклы в триллере хранят? Да, но у меня просто уже дома некуда их ставить, и поэтому... Много мотоциклов? Ну, блин, короче, у меня, наверное, с этим проблема, потому что у меня 13 единиц мототехники. 13? Да, у меня даже есть 72-го года Иж Планета, есть 2002-го года Урал из них с коляской. Но они в основном как бы проект, то есть таких ездящих нормальный. То есть, ну, есть и там Дукати 15-го года, и Харлей, то есть... Но мне нравится делать что-нибудь такое, берешь когда какую-нибудь какашку, которую все говорят, зачем ты это взял, ты потом это делаешь, что оно работает, заводится, и ездит, и меняешь вид этому, и потом тебе говорят комплименты, когда ты на них ездишь. Вот это мне нравится, сам процесс такого перевоплощения. Но просто проблема в том, что набираешь, ездишь везде, как бы смотришь, типа как Авито в России, то есть Marketplace-приложение на Фейсбуке. Какие-нибудь есть модели, которые смотришь, и там раз, какая-то халявка где-то подвернулась, поскольку на траке есть возможность захватить с собой. Перевозишь, привозишь домой, думаешь, все, сейчас будет проект прекрасный, а времени это все делать нет. Но так же и с машинами тоже. Недавно как раз вот со страховой приходили, я поменял страховку, потому что у меня поднимали-поднимали страховку по дому, и они под эгидой того, что там надо сделать фотографии крыши, посмотрели, что у меня там на заднем дворе стояли, там сбоку пару машин, и они сказали, надо убирать, вот, и поэтому пришлось подсуетиться и их переставить на парковку, где у меня мой грузовик стоит, вот. Так, конечно, я говорю, то есть у меня есть друзья в России, которые там в Пензе, которые там занимаются, делают кастом мотоциклы, и, конечно, они бы здесь нашли бы себе чем заниматься, потому что здесь люди с руками как бы весами, то есть ценятся. А на родину не хочется тебе возвратиться? Ну, я возвращаюсь периодически, но... В гости? В гости, да. А навсегда? Конечно, нет. Нет, да. Ну, как бы, с одной стороны, выбирая хорошо жить в Штатах и хорошо жить в России, допустим, я бы хотел хорошо жить в России, но у меня нет уверенности, нет уверенности в завтрашнем дне, что там все будет так прекрасно и замечательно. И из моего опыта, как бы, я знаю, если там у тебя нет родителей, которые тебя там пристроят, или блатных каких-нибудь друзей, то есть, ну, как, опять же, из моего личного опыта здесь, в Америке, чем мне нравится, то, что ты можешь своими руками пойти заработать своим горбом. То есть, у меня особо нет во мне коммерческой жилки, чтобы что-то так открывать большие компании, влазить в долги, как бы, из этого делать какой-то профит, поэтому мне проще заработать. Мне хватает. Больше денег зарабатываю, больше трачу. Поэтому, как бы, на жизнь хватает, два дитя, дети радуют, и, как бы, надо больше, чтобы свободного времени было единственное. А образование у тебя какое? А вот по образованию я тамошний. Он учился на архитектора, но я с третьего курса уехал сюда по студенческой программе и засосала Америка, вот. Так что, говорю, не знаю, как бы сложилась жизнь, если бы остался бы, может, и лучше было бы. Как бы, у меня греет то, что я говорю, у меня есть документы, позволяющие мне ездить давно, хотя с нынешней ситуацией я домой ехать особо не хочу. Вот, и поэтому есть возможность, езжу домой, там, мать приезжают, родственники иногда приезжают сюда помогать с детьми, так что нормально. Не жалуюсь, в принципе. Счастливо. Все. Все. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держись крепче! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как тебе? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде бы неплохое интервью с парнем получилось, но всегда, когда я снимаю ролики про дальнобой, я постоянно забываю одну вещь сказать. Я когда-то ехал из Казани в Набережной Челны и взял у одного водителя интервью дальнобойщика. Ехал он на фрейдлайнере на американском. Я его поснимал. Он там с сыном, по-моему, был. Неплохое интервью получилось. И он мне даже как-то написал, что в слайк типа не выкладываешь мне, я говорю, скоро выложу. Извини, старик, не помню, как тебя зовут. Я его нечаянно стер. Там получилось так, что именно на этой остановке, где мы с тобой встретились, я снимал... Там вот это, то ли там... Вот я не помню, то ли я тебя снимал, где вот этот ресторан там был, или где вот это антикварные машины. И там получилось, что начальный кадр был одинаковый. Я снимал это здание, и потом пошел тебя снимать, и также снимал это здание, и потом пошел снимать эти машины. Вот что-то такое. И получается, что я, видать, когда стирал, я так что-то припоминаю, как будто бы, ой, я то стер про автомобиль, а потом про тебя смотрю. Ну, я его не открыл, это видео. Смотри, думаю, что это я... Я подумал, что это то же самое видео, и наверняка его так стер. Я обыскал все свои карточки, и не могу это видео найти. Извини, старик, что так получилось. Ну, я вообще, прям, у меня стресс был большой, потому что интервью было интересное, хорошее. Нет у меня этих кадров больше. Давай в следующий раз я в Россию приеду, ты будешь там мимо проезжать. Я тебе, я тебе специально приеду, снова у тебя возьму интервью. Напиши мне на почту свой телефон, и свяжемся. Извини, еще раз. Ну, вообще, интересное видео было, он там рассказывал, что... Я ему спросил, как тебе вообще вот эти американские автомобили, по сравнению с европейскими, которые по России колесят, он говорит, вообще, конечно, автомобили намного лучше, особенно по снегу, хорошо гребут, хорошо идут. В общем, он довольно... Помню, у него лобовое стекло было, все такое в трещинах, все разбитое, интересно. Я говорю, что ты лобовое, ты не поменяешь. Вот. Ну, что получилось, то получилось, бывает накладки. Стойка лопнула по шву в одном месте, с одной стороны. Думаю, дай-ка я сразу же ее заварю, а то она дальше пойдет. Тут ветра пока нету, а то сейчас что-то ветер немножко подулся, вижу, прямо эту сварку начинаю сдувать. О, вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА